МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смеясь, бунтуя и ликуя, в центральной библиотеке состоялась литературная гостиная к юбилею Беллы Ахмадулиной. Обучение на черно-белых досках, в Сподольском детском саду сказка ребята осваивают навыки игры в шахматы. Не откладывая вопросы в долгий ящик, на недавнем сходе в Серноводске была озвучена наболевшая для сельчан проблема отмены маршрута Серноводск-Суходол в дневное время. Вопрос решился в короткие сроки. Сегодня жители Серноводска могут без проблем добраться в соседние населенные пункты. Возможно ли организовать дополнительный рейс по маршруту Серноводск-Суходол с 15 до 18 часов? Такой вопрос был озвучен на сходе граждан в Серноводске, где присутствовал глава района Алексей Веселов. Татьяна Зимахина одна из тех, кто выступал за то, чтобы автотранспортное предприятие вернуло этот маршрут. Ведь в основном им пользовались дети, возвращающиеся с кружков и секций. Это не только школьников проблем волновало, это проблем волновало также других граждан села, как пенсионного возраста, так и работающего населения. Резкое снижение пассажиропотока на линии, низкая самоокупаемость маршрута, заставили компанию ООО «Сервис» отказаться от послеобеденного рейса. И, как оказалось, напрасно. Сейчас, до понедельника, пассажирский автобус ходит в Серноводск после обеда три раза. С 10 апреля будет ходить чаще. Во вторую смену теперь у нас автобус будет заходить в Серноводск еще в 4 часа дополнительно. В 16.20 он будет уходить из Суходола по направлению Серноводска. И из Серноводска еще раз будет автобус в 16.40 отправляться. Вот это вот добавочное время просили люди. В течение месяца новое расписание будет обкатываться. Учтутся все плюсы и минусы, и, конечно, мнение жителей. И еще одна приятная новость для Серного поселка. В ежедневном режиме начинает свою работу автовокзал, здание которого было закрыто некоторое время назад. Располагается он теперь по улице Луначарского, 3, бывшая касса ЖКХ. В период с 27 по 31 марта в Сергиевском районе были проведены очередные мероприятия в целях снижения объемов оборота нелегальной алкогольной продукции. В двух объектах в Суходоле и в Сергиевске выявлена нелегальная продажа алкогольной продукции. На одном объекте изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу. На одном объекте составлен протокол по статье 14.1. На двух объектах в Сергиевске и Серноводске выявлена продажа алкогольной продукции в запрещенное время. На одном объекте в Суходоле нарушение применения контрольно-кассовой техники составлен протокол. За время с 21 по 24 марта организованы выезды в 79 объектов и выявлено 21 нарушение. Среди них 10 нарушений времени продажи алкогольной продукции и 7 нарушений нелегальная продажа алкогольной продукции. В Самарской области, как и в целом по стране, началась весенняя призывная кампания. Больше 3000 новобранцев из Самарской области призовут на военную службу в весенний-летний период. 45 призывных комиссий городов и районов региона приступили к работе. В Центральном военном округе службу будут проходить более 1000 человек. В Самарской и соседних с ней областях будут нести службу около 600 человек. Некоторые новобранцы отправятся служить в научную и спортивную роту, а также в президентский полк. Несколько призывников подали заявки на альтернативную гражданскую службу. В военно-образовательной организации предварительно отобраны 825 человек. 10 апреля Белле Ахмадулиной исполнилось бы 80 лет. В преддверии памятной даты по всей стране прошли мероприятия, посвященные великой поэтессе. Не обошли вниманием ее творчество и в Сергиевском районе. А напоследок я скажу. Строки, знакомые нам по фильму «Жестокий романс», звучащие в исполнении Валентины Пономаревой. Автор этого стихотворения Белла Ахмадулина. Родилась 10 апреля 1937 года в Москве. Это советская и российская поэтесса, писательница-переводчица. Первые стихи Белла Ахмадулина начала писать еще в школе, занимаясь в литературном кружке Дома пионеров Красногвардейского района на Покровском бульваре. Уже в 1955 году ее произведения были опубликованы в журнале «Октябрь». Некоторые критики называли ее стихи неактуальными. В русскую литературу она вошла на рубеже 50-х-60-х годов, когда возник беспримерный массовый интерес к поэзии, причем не только к печатному, сколько к озвученному поэтическому слову. Во многом этот поэтический бум был связан с творчеством нового поколения поэтов, так называемых шестидесятников. Одним из наиболее ярких представителей этого поколения стала Белла Ахмадулина. Именно ей выпала нелегкая миссия подхватить поэтическую эстафету из рук великих предшественников, восстановить, казалось бы, на вечно распахнувшуюся связь времен, не дать прерваться цепочки славных традиций отечественной словесности. Если сейчас можно смело говорить о существовании самого понятия «изящная словесность», то это во многом является заслугом Беллы Ахмадулиной перед русской литературой. Первый сборник ее стихов «Струна», вышедший в 1962 году, был отмечен поисками собственных тем. Позднее вышли в свет ее сборники «Уроки музыки», «Стихи», «Свеча», «Метель». Подборки стихов Ахмадулиной постоянно публиковались в периодике. Ее собственный поэтический стиль сформировался к середине 60-х годов. Впервые в современной советской поэзии Ахмадулина заговорила высоким поэтическим слогом. 10 апреля этого года Белле Ахмадулиной исполнилось бы 80 лет. Она скончалась 29 ноября 2010 года в 73-летнем возрасте. В честь ее юбилея в Сергиевской центральной библиотеке прошла литературная гостиная под названием «Смеясь, ликуя и бунтуя», в которой приняли участие студенты губернского техникума. Мы собрались в читальном зале, чтобы студентам Сергиевского губернского колледжа рассказать о творчестве, о жизни Беллы Ахмадулиной, почитать ее стихи, послушать романсы, записанные на ее стихи. Действительно, сам юбилей, 80-летие. К сожалению, Балахатовна нет живых, но ее творчество очень интересно. Ее книги спрашивают, ее книги читают. Подобным событиям сотрудники Сергиевской центральной библиотеки всегда уделяют особое внимание и проводят тематические мероприятия и встречи. Участие в них в основном принимают студенты и просто заинтересованные жители поселения. Основной задачей организаторов является просвещение современной молодежи. Творчеством Балахмадулиной нас старались поверхностно знакомить на уроках литературы. Но сегодня предоставился такой день, возможность, что мы вплотную узнаем больше о ней, о ее жизни и о творчестве. Нам рассказывали до этого, но сегодня я познакомилась с творчеством Беллы Ахмадулиной более точно. Какие-то ее произведения для себя можешь выделить? Да, у нее очень много стихотворений про лето, именно про это время года. Она писала также про весну, это стихотворение апрель, август. Валентина Поликарпова, Антон Иванов. Для информационной службы телекомпании «Радуга-3». Концертом в Елшанке стартовал второй межпоселенческий фестиваль самодеятельного народного творчества «Сергиев Родник». Основной его задачей не только повышение мастерства местных артистов, но и поиск новых талантов. Продлится фестиваль до середины июня. Спеть песню так, словно прожить жизнь. Выплеснуть эмоции до конца, все ради тех, кто в зале, родных и близких. Главное, чтобы не только оценка со стороны членов жюри была высокой, но и зрители почувствовали себя чуточку счастливее, получили заряд положительных эмоций. Весеннее настроение поднял. Хочется жить еще во продолжении концерта. В четверг в Елшанке стартовал межпоселенческий фестиваль самодеятельного народного творчества «Сергиев Родник». Он уже второй по счету. В 2016 культурное мероприятие носило название «Широка Волга разливчатая». Участие в нем принимают как взрослые, так и дети. Целей и задач много. Это и организация досуга в населенных пунктах для местных жителей, оттачивание мастерства у творческих коллективов, поиск новых талантов среди молодежи. Фестиваль будет длиться у нас в течение двух месяцев на территории нашего района. Он охватит все поселения, то есть каждое поселение представляет свою концертную программу. На сцене исключительно родные артисты. В течение часа для публики прозвучали музыкальные номера. В исполнении Елшанского ансамбля «Грустиночка» выступали солисты из Чекалина. Школьниками были продемонстрированы сценки кукольного театра. Ни один из номеров в итоге не оставил зал равнодушным. Особо понравилось выступление ансамбля «Грустиночка». Я бы с удовольствием еще бы слушал бы и час, и два, и три в этом ансамбле. Понравился песен Лилипатов Сергея Михайловича, который сам написал. Он композитор и музыка его. «Все падает, и больше нет разлуки и медленно прощающей тоски». Тем временем в холле была представлена выставка работ местных умельцев. Членами жюри вечера были представители Управления культуры администрации района, высоко оценившие программу в целом. «Здесь очень много творческих коллективов, которые работают именно в Елшанском поселении. Здесь всегда есть и театр, или кукольный театр, как сегодня мы увидели, отрывки из представления. Здесь замечательные голоса, которые всегда являются украшением любой программы». В ближайшее время подобные концерты состоятся во всех поселениях муниципалитета. В воскресенье в 2 часа дня фестиваль «Серьги Фродник» заглянет в Сургут. Завершится же он большим галоконцертом 12 июня. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Сегодня православные верующие отмечают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Он относится к великим двунадесятым событиям годового богослужебного цикла. Торжество приурочено к возвещению Деви Марии Архангелом Гавриилом Благой Вести о зачатии Ею Сына Божьего. В Благовещении Пресвятой Богородицы в храмах проходят богослужения. Службы имеют литургические особенности, зависящие одни недели. В народе в этот день принято ходить в храмы, молиться, подавать милостыню и заниматься благотворительностью. В этот праздник распространена традиция выпускать птиц на свободу. Люди верят, что в Благовещении они долетают до ангелов-хранителей и возвещают им обо всех хороших поступках, которые были совершены за год. В течение месяца с воспитанниками старшей группы детского сада сказка в Суходоле активно занимались шахматами. На днях там устроили путешествие в настоящее шахматное королевство, которое включало в себя не только театрализованное представление, но и сеанс одновременной игры. Обучением ребят в детских садах не в последнюю очередь занимаются с помощью подвижных игр, познавательных, а также развлекательных программ. В Суходольском же детском саду сказка пошли еще дальше и с недавних пор решили повышать интеллектуальное развитие своих воспитанников через шахматы. Игра в шахматы – это одна из таких необычных форм, которые вызывают у детей и логическое мышление. И, конечно же, они учатся доводить дело до конца, участвовать в соревнованиях, ориентировку в пространстве. Детский сад работает в рамках опорной площадки, использования современных средств при формировании элементарных математических представлений. Месяц назад на базе образовательного учреждения организовали проект под названием «Удивительные шахматы». В его рамках дети посещали шахматный клуб, расположенный в спорткомплексе «Алим», общались с наставником. С ними не так сказать, что трудно, с ними более интересно, потому что они подвижные. Для таких детей нужно другие задания выбирать, не те, которые подходят для школьников. Евгений Анатольевич дал им почувствовать, что они взрослые, как бы они вышли за пределы сада, что они равноправные такие участники, не только как дошкольники, то есть они могут себя попробовать даже с детками постарше. Евгений Антонов провел с ребятами несколько занятий, сумел заинтересовать потенциальных будущих шахматистов, обучить основами самой древней игры. Сейчас дети признаются, знают не только, как называются фигуры, но и их предназначение. Ими можно поиграть и узнать еще много о них. Шахматы – это очень веселая игра. Более того, на данный момент пять воспитанников детского сада уже не просто знают основы шахмат, но и могут сыграть со старшими товарищами полноценную партию. Заключительным же мероприятием всего проекта стал утренник под названием «Путешествие в шахматное королевство». Организован он был воспитателями, родителями, приложили руку и сами ребята. В течение получаса на черно-белой доске разворачивалось театрализованное представление. С положительными и отрицательными персонажами не обошлось и без подвижных игр. Гостями праздника стали студенты Серьевского губернского техникума. Во время спектакля они сопереживали героям, аплодировали участникам, помогали юным шахматистам достичь цели благодаря правильным ответам викторины. По окончании встречи не скрывали удивления знаниями ребят в области шахмат. Интересно то, что дети в таком возрасте уже осваивают и освоили шахматные представления и уже в дальнейшем они могут это реализовать. Завершился утренник сеансом одновременной игры. Наставник спорткомплекса «Али» провел сразу несколько партий, как с воспитанниками детского сада, так и со всеми желающими. Проект «Удивительные шахматы» на этом не заканчивается. По словам организаторов, он обязательно будет воплощен в жизнь в следующем году. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Несмотря на начало апреля, наши молодые хоккеисты продолжают выступать в различных соревнованиях областного уровня. В начале апреля в Самаре состоялось первенство в области среди юношей до 15 лет. Нашу команду представляли хоккеисты под руководством наставника Андрея Железнова. В минувшее воскресенье сергиевские хоккеисты выезжали в Самару, где приняли участие в первенстве Самарской области среди юношей в возрасте до 15 лет. Игры проходили на льду физкультурно-спортивного комплекса «Ипподром-арена». На предварительной стадии 19 команд были разбиты на 4 подгруппы, причем каждая группа выявляла сильнейшего матчами в один день. Сергиевская сборная выступала вместе с соперниками из Кошкинского и Челновершинского районов. В стартовом поединке против Челновершинцев по ходу встречи наш коллектив уступал со счетом 1-4, однако в третьем периоде сумел переломить ситуацию и выиграть 5-4. Во второй встрече с командой из Кошкинского района шансов у подопечных Андрея Железнова было немного. Наш оппонент оказался наголову сильнее, что и отразилось на результате поражения «Ястреба» в 2-11. Сергиевские хоккеисты в итоге завоевали второе место в группе и в следующий этап не попали. Тем не менее, стоит отметить игру нашего лучшего бомбардира Геннадия Максимова, на его счету 5 заброшенных шайб, а также голкипера Влада Абрамова. В поединке с Челновершинцами наш «Стражворот» сделал несколько важных спасений. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». В завершении выпуска переходим к материалам наших губернских коллег. Передаем им слово. Открыл совещание заместитель председателя правительства России Аркадий Владимирович Дворкович. Вице-премьер подчеркнул, транспортная отрасль показала хороший результат, даже несмотря на сложное экономическое положение. Мы живем в условиях жесточайших бюджетных ограничений в этой части, и дорожная отрасль скорее служила в последнее время донором других отраслей, других видов транспорта. Мы передавали из тех источников, которые традиционно были базой для дорожных фондов, деньги на другие направления. Таким образом, должны были обеспечивать достижение, по крайней мере, минимальных целевых показателей меньшими средствами. Экономили там, где могли. Со морской области выделяются одни из самых больших сумм в стране. Если несколько лет назад в городе делали по 4 дороги в год, то сейчас число увеличилось на порядок. Строительство и ремонт во многом идет и в рамках подготовки к чемпионату мира. На территории области сейчас проводится очень большой объем работ. Вы ежегодно по 2-3 раза бываете и смотрите практически каждый объект. Спасибо вам за это. Мы увеличили почти в 4 раза за последние 4 года объем осваиваемых и количество строящихся объектов транспортных. Это связано и с подготовкой, конечно, к чемпионату мира. Только к чемпионату мира мы в течение 4 лет должны освоить более 56 миллиардов рублей на транспортную инфраструктуру. На итоговой коллегии Минтранса России губернатор рассказал о подготовке региона к чемпионату мира по футболу. Реконструкция транспортной инфраструктуры будет завершена к декабрю этого года. Часть объектов уже готовы. Так, аэропорт признан одним из лучших в Европе. Сейчас идет реконструкция взлетно-посадочной полосы. После ее введения в эксплуатацию Курумычу присвоят третью, самую высокую среди региональных аэропортов, категорию. Также идут работы на магистралях стратегического значения Волжский аэропорт Курумыч и Московском шоссе. Модернизируется дорожная инфраструктура вблизи стадиона. Впервые за многие годы строятся новые автодороги. Арена 2018 и дальние. Ведется строительство трамвайной ветки протяженностью 2,5 километра. Реконструкция улицы Ташкентской. Опыт последних лет показал, что активное внедрение механизма государственно-частного партнерства позволяет успешно решать проблемы ограниченности бюджетных ресурсов, повышение качества строительства и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры. В прошлом году завершен самый масштабный проект государственно-частного партнерства в Европе, западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге. Такая форма сотрудничества необходима и в Самарской области, говорит губернатор. Магистраль центральная. Они в Самаре мечтают уже с 1956 года. Обойдется она в большую сумму, поэтому реализацию проекта десятилетиями переносили до лучших времен. Эта дорога сегодня крайне нужна и мы хотели, у нас есть тоже мы внести его как ГЧП, мы бы хотели, чтобы было поддержано. И это, конечно, на долгие-долгие годы вперед, может на 30-50 лет, может решить все проблемы в итоге внутри города и не только внутри, но и с выездами связано это в городе Самара. Ну и второе это северный обход Тольятти. Без этого, если мы не сделаем северный обход Тольятти, развиваться этому городу будет дальше почти невозможно. Хочу тоже вот сообщить и коллегам, я думаю это очень важно для каждого из нас, автозавод Марту продал на 12,8% больше автомобилей. При том, что рынок в целом стоит на месте, автозавод демонстрирует рост продаж уже 8 месяцев, в планах выпускать до миллиона автомобилей в год. Но для этого нужны транспортные условия, решить вопрос поможет мост через Волгу в районе Климовки и обводная дорога. На необходимость этих объектов глава региона обратил особое внимание. Идут работы и в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году на 36 участников программы федеральный бюджет выделят 30 миллиардов рублей. Одна из самых больших сумм придет в Самарскую область. Программу прошлого года мы полностью выполнили, мы потом приезжали, мы с вами проехали по всем дорогам, проверили качество, вы сами это видели. На 17-й год у нас запланировано на это 4,2 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета 1,857 миллиарда и из регионального бюджета 2,8 миллиарда. Мы построим в этом году 150 километров новых автодорог в рамках этой программы, 52 дороги построим и отремонтируем. 52 дороги в Самаре, 18 дорог в Тольятти, 9 автодорог в Новокуйбышевске, в Жигулевске 6, в Кенеле 4 и 3 в Чапаевске. Также губернатор отметил, что полным ходом идут работы по строительству мостового перехода Фрунденский. Его рассчитывают завершить в следующем году. В 2018-м будет готов и новый речной вокзал. Сдача объекта запланирована на 1 июня. Одни утаивают информацию, другие не получают льгот. В Министерстве социально-демографической политики говорят о том, что из-за недобросовестных управляющих компаний ТСЖ выплаты компенсаций за оплату коммуналки задерживаются. Ведутся переговоры, убеждения и у Государственной жилищной инспекции появляются вопросы. И дополнительные вопросы к этим поставщикам появляются, а почему они так настойчиво не хотят показывать те документы, которые у них просят. Появляются подозрения, а нет ли там сокрытия какой-то информации. Сейчас федеральное правительство готовит новый закон, который обяжет всех поставщиков жилищно-коммунальных услуг формировать квитанции через единый расчет на кассовый центр. Это позволит решить проблему около 56 тысяч льготников области, которые пока испытывают трудности с получением компенсации за жилищно-коммунальные услуги. Такая система удобна и самим льготополучателям. Муж является инвалидом второй группы. Все перевели в автоматическом режиме. Капитальный ремонт и выплаты ЕДК я всем довольна. И обслуживанием довольна всему. Впрочем, органы соцзащиты напоминают, что рассчитывать на компенсацию могут только добросовестные плательщики. Если, например, человек по какой-то причине, ну мало ли там заболел, не дай бог, уехал на тачу, не смог оплатить какую-то часть компенсации, то эта выплата будет после погашения задолженности, небольшой, опять же, возвращена ему в следующем периоде. Вообще же количество тех, кто получает положенные по закону выплаты растет, лидирует по проценту получивших компенсацию Чапаевск, Тольятти, Новокубшевск и Сызрань. В Самаре компенсацию получат около 91 тысячи льготников. Но до сих пор проблемными остаются Красноглинский, Самарский и железнодорожные районы. Компенсации здесь получат около 83 процентов льготников. Октябрьский район Самары лидирует по количеству ТСЖ, которые так и не заключили соглашение с региональным министерством социально-демографической политики. Сейчас с представителями этих ТСЖ ведутся переговоры. Владислав Жирнов, Александр Дудко, Новости губернии. Товаров региональных производителей на полках магазина станет больше. В Самаре подписали соглашение между правительством области и компанией «Неотрейд». Теперь в течение четырех лет ритейлер откроет в регионе еще 45 супермаркетов. А это и создание новых рабочих мест, и дополнительное отчисление налогов в областной и муниципальной бюджеты. Напомню, правительство уже сотрудничало с этой компанией. Предыдущее соглашение было подписано в 2013 году, и его условия выполнены полностью. За неполные четыре года магазинов сетей, принадлежащих «Неотрейду», стало почти в два раза больше. Так же, как и с другими сетями, когда мы подписываем соглашение, мы рассчитываем на создание рабочих мест и увеличение налогового потенциала, который есть у компании. Для нас это, безусловно, рабочие места, дополнительные налоги и в муниципальный бюджет, и в региональный бюджет. Ну и, конечно, очень активная работа с нашими потребителями с точки зрения качественных товаров, которые должны присутствовать на полке, и с нашими производителями с точки зрения увеличения наших региональных брендов. На сегодня все. Далее прогноз погоды на завтра. Информационная служба продолжает следить за развитием событий. В студии был Дмитрий Сурков. До свидания. Спонсор прогноза погоды – компания микрозаймов «Фастфинанс». «Фастфинанс» помогает деньгами. Займы до 15 тысяч за 5 минут. Пенсионерам скидки. Ждем вас. Поселок Суходол, улица Куйбышева, 8. В субботу 8 апреля на территории Сергеевского района ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха плюс 13 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 33%. Ветер южный – 8 метров в секунду. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин